Я, честно говоря, очень был приятно удивлен, когда я на ней начал уже кататься, то есть от ее технических характеристик, от устойчивости и опять же для себя открыл новые вещи, такие, допустим, что Porsche это не машина для, скажем, получения удовольствия от комфорта, это абсолютный аскет. В базе у него никогда не шло в этих моделях ни стеклоподъемников, ни электрических зеркал, поворотов, ну и других, про гидроусилитель я, естественно, молчу, про кондиционер это понятно. То есть почему бешеной популярностью пользуется такая марка? По моему мнению, чисто из-за статических и водительских каких-то качеств, ну, чтобы вот так вот в общем сказать, что это именно вот поэтому, потому что это Porsche так нельзя сказать. А вы не планируете будущую машину эту продать? В принципе, предложения были, но пока что не было такого предложения, которое бы меня окончательно убедило продать такой автомобиль. А не обидно будет расставаться? Нет, это не то, чтобы это обидно было, по большому счету я в достаточное количество продал аналогичных автомобилей и намного, то есть расставание эти моменты с автомобилем, они потом слегка перекрываются благодарностью покупателей, которые мне звонят и говорят, действительно, мы очень довольны. Например, у меня был, наверное, года два или три назад BMW, купе 635, которое я тоже восстановил, оно благополучно уехало в Одессу, человек был очень доволен. Вот, что самое интересное, после того, как он на ней покатался, я назад этот BMW купил и сейчас его еще больше хочу дореставрировать и чтобы оно там, скажем, в гараже стояло рядышком, чтобы можно было чередовать. Какие-то интересные случаи, может, курьезные случаи были связаны с этой машиной? С автомобилем сплошной курьез, это когда оставляешь, приходишь, кругом толпа девушек, все фотографируются. Вот недавно курьезный случай, какой-то подонок оторвал буквально ночью у меня сегодня эту шилду, ну дай бог ему здоровья, чтобы он больше эти шилды не отрывал, потому что может попасть на какого-то владельца Каена, который простоилит голову. Это очень неприятные вещи такие. И жаль, конечно, что в нашем городе еще, скажем, присутствуют такие вандалы, но будем надеяться, что они будут, их будет все меньше, все меньше и что они будут куда-то выезжать из нашего прекрасного города. Конечно. Все, Волк. Сой, а вы можете... Значит, приборы, скажем, были заказаны, непосредственно сделаны под заказ. Соответственно, все, что здесь делалось, это все практически тяжело и опасно. Не то, чтобы опасно, просто не хочется машину засовывать в толпу, потому что... С двигателем ничего за старость не получится. А еще вопрос, скажем, моя вторая стихия очень сложно озвучивает такие как-то Z, третья еще, длина волны слишком длинная. Полтора-два метра этого недостаточно. И здесь я применил свое ноу-хау. Оно заключается в том, что ты басами выставляешь определенные задержки и потом сзади ставишь, скажем, уже с годами наработанных вещей, секретиков небольших и различных таких. То есть именно вот этот труд сейчас... У нас жодный сюжет не проходит без комментариев от первых посетей. Она вот так стоит, а ты вот сюда подъезжаешь. У нас жодная история не проходит без комментариев. Без комментариев от первых посетей. И еще раз. Продолжение следует... Диагрос Jeremy Догром Субтитры делал DimaTorzok Ось хто-хто, а він вже давно страждає від вашої залежності. Отлично. У нас жодна історія не проходить без коментарів від першої особи. Ось хто-хто, а він вже страждає від вашої залежності. Дякую за перегляд! 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 Дякую за перегляд!